Добрый день! Эта тема интересна и мужчинам, и женщинам. Причем практически вне зависимости от возраста. У меня были мужчины, которые интересовались, не вредно ли им этим заниматься после 70 два-три раза в неделю. К сожалению, были и мужчины, которые чуть в возрасте за 20 не могли этого совершить и двух раз в месяц. Ну, тема интересная, тема это простатит, и самое главное его осложнение это импотенция. Конечно, если вы зацепили какую-то половую инфекцию, да, без антибиотиков вы вряд ли из нее выйдете. Но я бы советовал проводить антибиотикотерапию на фоне приема фитопрепаратов. Потому что антибиотики бьют залпом, бьют по всем инфекциям сразу. И в случае, если хоть одна бактерия уцелеет, любой следующий курс антибиотиков будет бессмысленен. Потому что она вот эту армаду, если она переживет, то следующего раза вы ее уже ни этой армадой, ни чем-то другим уже просто не достанете. Меняя название антибиотиков торговые, не меняя сути действующего вещества, вы ничего не добьетесь. Вы просто-напросто будете хранить эту хроническую инфекцию, а она, вызывая явление простатита, к сожалению, будет приводить к импотенции. И импотентом можно стать и в 20 лет, но можно стать и в 90. Я думаю, что в том, чтобы мужчина стал импотентом в 90 лет, заинтересован как мужчина, так и женщина. По одной простой причине. Для мужчины импотенция это достаточно жесткий психологический удар. И в принципе мужской климакс мало чем отличается по внешним проявлениям от женского. Женщина тоже очень заинтересована в мужской потенции. Почему? Потому что такие известные женские заболевания, как мастопатия, фибромиома, эндометриоз, эрозия шейки матки, не говоря уже об аднекситах и о форитах, напрямую связаны с мужской потенцией. Если мужчина рядом с женщиной боеспособный, большинство из этих диагнозов женщина не знает. Если мужчина переносчик инфекции, то женщина знает воспалительные процессы. Если мужчина редко обращает внимание на женщину, у него возникает мастопатия, фибромиома, эндометриоз. То есть такие вот диагнозы, которые связаны с тем, что инь-янь, то есть мужчина и женщина ведут раздельный образ жизни. А им нужно вести смежный, совместный образ жизни. Вот тогда эти диагнозы появляться не будут, и тогда этой проблемы тоже не будет. Поэтому лечить мужской хронический простатит нужно и должно. Причем может начинать его лечить женщина выбором продуктов питания. Мужчине очень легко без половых инфекций прихватить хронический простатит, кушая гастрономический мусор, испивая гастрономические яды в различных упаковках. В жидком виде, в сухом, в колбасообразном. Несущественно каким образом мужчина перегрузит свою кровь токсинами, и тот барьер, который защищал мужскую простату от этих токсинов, когда будет пройден, без половых инфекций развивается хронический простатит. Поэтому если женщина хочет поберечь своего мужчину не только на одну ночь, не только на один сезон, а на всю жизнь, она должна его правильно кормить. Если ответит мужчина этим, ну, высокой активностью определенный систем, и избавит ее от многих болезней, которые женщина сама по себе избавится от них. Она не может. Она может от них избавиться только одним путем, чаще общаясь с любимым мужчиной. Поэтому если вам нужно лечение хронического простатита по факту, во-первых, предупреждение, во-вторых, грамотное лечение в случае обострения, ну, и поддержание потом высокой потенции на протяжении всей жизни, обращайтесь, контакты вы видите. Если вас эта тема пока не интересует, или вы считаете, что потенция это раз навсегда данное, и 200 лет вы будете с ней ходить, ну, тоже ваш выбор. Многие считают, что раз в Библии прописано, что живем по 70-80 лет, кто-то когда-то жил, то и мы тоже так жить будем. К сожалению, в развитых странах, где понимают, что такое здоровый образ жизни, и самое главное, выполняют основные его критерии, там живут в среднем по 80 лет. Ну, в других странах продолжительность жизни сокращается. К сожалению, в странах СНГ бывшего Советского Союза, продолжительность жизни в большинстве из них, ну, постепенно, не на неуклонно сокращается. И первыми, к сожалению, погибают мужчины, и далеко не с хорошей потенцией. Поэтому, если вас эта тема интересует, контакты вы видите, обращайтесь. Я готов вам помочь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!